Всем привет! А это видео создано специально для канала Дважды Отец Дмитрий. Спасибо ему большое за такую возможность показать себя большей аудиторией. Меня зовут Павел, и сегодня мы приступим к сварке нашего нержавеющего бака. Свой бак объемом 380 литров я буду использовать в качестве емкости для пивоварения. На текущий момент процесс производства находится вот на такой стадии. А теперь ближе к делу! Сварку я буду производить обычным инверторным аппаратом. В этом вся фишка. Свою емкость я буду варить электродами диаметром 3 мм марки CL11. Возможно 3 мм слишком толстые электроды, но зато они самые ходовые. Главным фактором при выборе электродов послужила их блестящая устойчивость к коррозии. Я думаю было бы крайне неприятно обнаружить ржавчину у себя в котле. Особенно перед приездом в гости RAR, например. Наши электроды перед использованием желательно прокалить. Пока моя жена уехала по делам, я на свой страх и риск этим сейчас и займусь. Не надо спешить перед сваркой. Очистите металл от загрязнений, проверьте кромки. Но если нужно, доведите все до идеала. Не забывайте выставить правильную полярность при сварке. Вообще полярность при сварке это давно уже повод для спора среди таких бывалых сварщиков. Но я придерживаюсь такого мнения. Вот что написано на этой этикетке, так мы и будем делать. В моем случае плюс должен быть на электроде. Тонкий металл требует большого количества прихваток. Я рекомендую делать прихватки через каждые 100-150 мм. В моем случае прихватки нужно начинать делать от середины внизу и переходить к краям поочередно. После чего начать подниматься и также поочередно проварить все прихватки. Это нужно для того, чтобы не образовался горб между прихватками, которые будет очень сложно заварить. После каждой прихватки отбивайте металл молотком. Особенно жесткие углы. Это нужно, чтобы не было зазоров. Чтобы тонкий металл не повело, не рекомендуется проваривать весь шов от начала и до конца. Разделите шов на участки по 20-30 см и проваривайте эти участки поочередно. Самые удаленные друг от друга. Я буду варить этот металл с отрывом, чтобы он не перегревался. Не отбивайте шлак сразу после сварки. Он защищает горячий металл от окисления. Кстати, все нюансы, которые я указал в своем видео, прекрасно подойдут также для сварки баков из черного металла. Внутри у нас ежиное царство но это не страшно болгаркой можно будет все хорошенько отпилить обработать и будет все красиво полную версию этого видео вы можете посмотреть у меня на канале ссылка будет в описании ну а на сегодня все так что всем пока